Привет, это Ребуарно. Наконец-таки в сети появилась новая серия с сериалом Metal Family. Это у нас второй сезон, пятая серия. Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. А8+, видео содержите... Ну, вы поняли. Чё мне читать вам? О, денежка. Так, чё такое? Почему? Ой-ой-ой, чё она там кинула? Чуть-чуть цензурная, явно. Ой-ой-ой. Это, ладно, я так понимаю, алкашка завелась. А, я понял. Капец. Пи-пери того, что ли? Пипец. А чья мать-то была? Этого, что ли, какого? А-а-а... Чеснока? Вернись. Мы поедем? То, значит, не поедем? А нахрена мы вообще все это задевали? Ради чего? Это, так понимаю, продолжение третьей серии практически. Не знаю, тебе тяжело будет это понять. Да? Ну, я попробую объяснить. Блин, вот знаете, мне не особо нравится то, что постоянно туда-сюда прыгают серии. Я люблю больше такое прямое повествование, а не вот такое вот рванное, как, например, в том же самом первом сезоне «Ведьмакя» было. Типа показывает сначала один промежуток времени, потом другой. Я такой думаю, бля, что происходит? Что такое? А потом оказывается то, что это разные промежутки времени было в самом конце. Чшш, почему вы об этом мне сразу не сказали? Ну вот, я не люблю вот такие вот, такое рванное повествование, потому что путаюсь постоянно. «Объяснить? Ну давай, давай, попробуй. Я встретил девушку». «Девушку?» «А, ну то есть ты чпокался там с кем-то, пока я за нас двоих отдувался, да?» «Нет, до этого не дошло». «А, даже не дошло!» «Окей, то есть на первом же свидании это вдруг ушло. Нет, до этого тоже не дошло». «А до чего дошло?» «Боюсь, она меня даже не заметила». «Ты прекрасно!» «Ты нормальный!» «Богиня Кибелла, поедающая хот-дог». «Кто такая богиня Кибелла?» «На них написано Виктория». «Возможно, это её имя». «Возможно». «Но это всё меняет». «Я знал, что ты...» «Чё, блядь? Какой хот-дог? Какая Кибелла?» «Только баб провеляла жопа перед твоим лицом?» «Ты только сейчас понял, что с ними надо делать?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Блядь, а раньше никто не знал?» «Да». «Хорош». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь, так невозмутимо ответил, да. Ты проверил первое прослушивание! Да. Ты собираешься проверять второе! Да, да. Из-за какой-то сестятой пи-ррр nicht. Да. Не называй её так. Ты её даже не знаешь пока что. Ой, не нравится ему! Систястая пи-рр, а, систястая пи-рр. Сейчас ударит? Нигрена себе! Вот это, конечно, он ему по щёчину дал, что слетел. Извини, ты меня... Ну-ка. Чё, он уходит? Жалко, конечно. Ну, так-то сам он, на самом деле, виноват. Я про Глэма. Блин, такая раздолбанная тачка. Как она вообще ездит, не понимаю. Откуда ты здесь появился? Бедная голова ещё. Мне правда жаль, что так получилось. Но я не могу уехать, пока не найду её. Совет вам до любовь. Чтоб все дети у тебя рыжие были. Один был точно рыжий, а второй не помню. По-моему, нет, второй не был рыжим. Ну так ты его сейчас не особо поддержал, потому что прослуживание пропустил. Чё, он не может даже, не то что хочет. Нет, честно говоря, я не очень-то хочу уезжать. На зло хотел сделать? Ну, нельзя так. Не надо. Ну, я всю жизнь мечтал о признании. О, завелась. Надеюсь, ты получишь, чего хочешь. Так, где она может быть? Так сразу поменялось, блин, у него настроение. Проверю стоянку возле парка. А у нас в гостях обновленный состав нашумевшей группы. Чё за уроды на сцене? Поприятствуем. В смысле? Они забрали его и их ник? Ой, значит, название? Какого фига? Лорди, скажи, кому пришло нового такое название? Ну, конечно же, мне. Он разговаривает, как этот. Глэм. Какого-то фига. Просто название спёрли. Здорово. Блин, он тоже разговаривает, как он. Клонов нашли. Бентен. Это чё, отсылка на нотами? Нельзя петь высокими нотами. Это о пончике песня. Что пахнет вишней. О пончике. Гениально. Песню посвящать пончику. Может, прям с неё и начнёте? Не вопрос. Мелай, черри! Вроде выкинул. Итак, значит, ты теперь один. Да, я теперь больный муравьед. Так, я не понял. Не понял. А чё, я не понял. Или это, типа, его старые, типа, которые были в команде, которых вот это, по-моему, насколько я помню, выкинул, но они организовали новую группу. А почему они взяли то же самое название-то? Помнишь? Вискарь-то зачем цензурить не знаю? Что я сказал тебе при первой встрече? Что-то там, что пончик другого рода, мужского. Или это не ты сказал? Что меня интересуете? Вы двое. Ты и Глэм. Да мне никто не нужен. Буду сам всё делать. Так. И кто будет играть гитарное соло? Соло. Двини Глэм этим занимался? А что, у нас дефицит гитаристов? Заводы стоят, одни гитаристы в стране. Хороший фразу. Старый. Кто писал гитарное соло? Ты или Глэм? Ну да, Глэм немножко участвовал, чё-то там писал. Немножко? Гитарное соло, мне кажется, это сложная штука. Успех держится на людях, которые его добились. А когда люди уходят, уходит и успех. Жиза. Я не готов вкладывать деньги в проект, который обречён на провал. Чувак, я своё дело знаю. Где же не какой-то там... А ещё, мне известно о твоих проблемах с веществами. Ты ему сам только что вискарёчек налил. Эй, я завязал, это в прошлом. Вчерашнем? Но я уже давно не верю ни в Деда Мороза, ни в зубную фею, ни в бывших наркоманов. Ясно, понял. Ну, раз это всё... Это не всё. Так, что такое? Не понял. Денежка? Аванс. Какой аванс? Ты же не хочешь с ним работать. Он тебе пригодится, чтобы сменить имидж. Зачем менять имидж? Ты чё? Ты же сказал, типа, люди делают вот этот успех, да? Ну смотри. Этот вот человек сделал успех в этом имидже. Если он имидж сменит, то успех-то уйдёт. Сейчас ты сильно отличаешься от популярных исполнителей. Ты же хочешь быть популярным? Мне кажется, он хочет быть собой больше. Нет? Всё-таки хочет быть больше популярным? Не подведи меня. Так ты бы ему сказал, как ему имидж-то сменить. Я не подведусь. Сейчас он опять купит то же самое всё. Всё-таки-тики-джао! Всё, спасибо! С вами были ЧЗЗЗЕЛЕНЫЙ КОШЕЛОТ! Зелёный... Зелёный Кошелот? А хоть кто-нибудь из них зелёный там есть? Почему зелёный Кошелот? Херня какая-то, не название. Да! Так мы называем. Два чувака, блин. Зелёный Кошелот, кстати, там это красный, типа, пламя. Кошелоты! Да, круто выставили! Да, ребят, отлично выставили! Двое одинаково почти. Слушай, тебе надо всё-таки сыграться с Лорди. А ты тут всё время тарелку раньше ваим не херишь. А Лорди? Тот самый? Лорди? Ты сказал Лорди! Извини, ты же... А, понял. И привыл. Блядь, ты с ними как бы уже должен был сыграться, насколько я понимаю, да? Ну, типа, если вы выступаете уже на большой сцене, значит, вы уже 100% тренировали внутри как-то... Ну, тренировались, ладно, скажем. Вместе. Поэтому, блядь, имена не смог запомнить? Серьёзно? Да, чувак, для тебя я буду Лорди. Фига себе, просто взял, засосал. Вот это хорош. А мне тоже главам нравится. Чё, блин? Ну, музыка, которую вы играете. А, ты в этом? Меня Аиза зовут. А, меня Аиза зовут. Хе-хе-хе-хе. Как Лиза, только с палочкой. Чё? А, ну так, кстати. Меня просто не ждали, что ты странный. Чё ты грустный-то такой? Ну, вот представь, что тебе всегда везёт. И у тебя всегда сильная рука. Сильная рука. У меня сильные сыски. Твоему другу приходит что-то неплохое. И он начинает бетить, рейзить, ререйзить. И в конце концов, он идёт в улын. Но ты-то знаешь, что сильная рука у тебя, понимаешь? Ага. Не понимаю. И вот ты думаешь, а что лучше? Калировать и победить? Или фолтануть и продолжить играть? Такой один, как его... Покерский сленг. С этого тебя так прёт. А можно попробовать? Парки через моё тело. Ни фига себе кровь. Ни фига ты тревкаешь. Чес. Переэтывал что-то в сезоне? Чес. За секунду? Раз такое бывает, я просто не шарю. Музычка. Да, значит, во-моему. Чё-то мне кажется, нормально, мама не будет такое говорить, если... Ну, вы поняли. Ты как тут вообще? Нормально, дорогой. Не жалуешься. Прости, я пивка тебе так и не принёс. Ой, да подумаешь. Главное, что ты теперь здесь, со мной. Иди ко мне. Я, я должен был тебя навестить, я... Не вини себя. Это грустно. Я хреновый сын. Да все ошибаются. Главное, что ты добился, чего хотел. Ты им всем показал. Ты победил. Нет. Прости, но... Ты куда? Я и вправу. Хреновый сын. Нет. Не бросай меня. Вернись. Верни-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Да не ори ты так. Хорошо. На принципе, мы и так знали, что он жив будет. Мы же видели будущее. Быстро. Одна ампула препарата Гипативан А чё, чё? Ты хотел, чтобы он сдох? А... Хм... А там дальше титры у нас, да? На самом деле, интересная серия, но... Ну, знаете, мы типа и так знали то, что он выживет, в любом случае, поэтому как-то сильно это эмоционально не особо сыграло. Непонятно, почему у него мама такая странная. Нет, насколько помню, она и так была плохая. Ну, блин, она звала сыночка, типа, фу, тот мир такой себе. На самом деле, ну, мне кажется, эта серия ничего нового не привносит, потому что она развивает третью серию, и... Ну, как бы, блин, он сказал то, что перестал употреблять, а здесь раз и опять начал. Ну, ты что такое? Ну, ты развивайся хоть немного, честно, ну, камон. В любом случае, это было интересно. Я благодарен команде Metal Family за то, что они это сделали. Правда, хотелось бы все-таки немножко подлиннее серию, но я понимаю, почему так получается вот такие коротенькие выходить. В любом случае, это интересненько, но, как мне кажется, до третьей серии пока еще не дотянуло. Так же, как и предыдущая. Вот. Но она развивает хотя бы немного... Развивает сюжет, но ничего нового не привносит. Я не знаю, как это, это парадокс какой-то, но такое есть. Вот. Лайку себе поставил, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...